Интересный поворот. Обвиняемый по делу Голунова полицейский признал вину и дал показания против своего экс-начальника Лиховца. Последний свою вину отрицает, а его адвокат в интервью Бизнес.ФМ заявил, что есть доказательства, которые полностью опровергают слова полицейского. В случае не обнаружения, а подкинуть. Бизнес.ФМ стали известны подробности того, что якобы сказал один из фигурантов дела о провокации против журналиста Ивана Голунова, когда давал признательные показания. Ранее стало известно, что бывший полицейский Денис Коновалов на очной ставке заявил, что он подбросил журналисту наркотики по указанию своего бывшего начальника Игоря Лиховца. По крайней мере, об этом говорит адвокат Лиховца Алексей Ковришкин. Адвокат Ивана Голунова, в свою очередь, заявил, что не комментирует слова Ковришкина. Тему продолжит Иван Медведев. О том, что бывший полицейский Денис Коновалов признался в том, что он подкинул наркотики журналисту, пока известно лишь со слов адвоката другого, экс-полицейского Игоря Лиховца. Получить подтверждение от представителя самого Дениса Коновалова пока невозможно. Юрист, представлявший его интересы ранее, вышел из дела после избрания всем фигурантом меры пресечения. Кто сейчас защищает Коновалова, широкой общественности неизвестно. Так или иначе, Алексей Ковришкин, адвокат Лиховца, которого Коновалов якобы обвинил в том, что именно он дал указание подбросить наркотики, в беседе с моей коллегой Марией Локотецкой рассказал о том, что именно было сказано во время очной ставки бывших полицейских, начальника Лиховца и подчиненного Коновалова. Коновалов дал показания на моего подзащитного Лиховца. А что говорит? Говорит то, что Лиховец попросил его в случае необнаружения наркотических средств у Голунова подбросить ему эти наркотические вещества, потому что Голунов плохой человек и занимается распространением наркотических средств в среде ЛГБТ-сообщества. Как вы отреагировали на эти показания? Мы рассмеялись. Адвокат Ковришкин утверждает, что у защиты Игоря Лиховца есть неопровержимые доказательства невиновности бывшего полицейского и что в свое время все мы убедимся в том, что бывший подчиненный Лиховца Коновалов лжет. Но что это за доказательства, юрист пока сказать не может. И говорит лишь о том, что во время очной ставки Коновалов якобы все время смотрел в пол и выглядел потерянным и подавленным. По словам Ковришкина, возможно, через свое признание Коновалов пытается пойти на сделку со следствием. И следующий фрагмент беседы моей коллеги Марии Локотецкой с Алексеем Ковришкиным хочется оставить без комментариев. Да, интересный поворот. Он вообще неинтересный, потому что мы вообще ожидали такого, что кто-то вот из четверых людей возьмет да и расколется. Пойдет на сделку со следствием в ожидании тех пряников, которые они обычно всем обещают. Потом, когда следствие эти пряники не дает, они подзащитным, они очень сильно разочаровываются в этом. И иногда даже дают обратные показания. Собственно, комментариев пока не нашлось и у адвоката Ивана Голунова Сергея Бадамшина. Вы видели эти показания? Нет. Я не видел. Ну, то есть вы сомневаетесь, что они в принципе есть? Я сейчас ничего не буду комментировать. И давайте пока у меня не будет конкретных фактов, то опираться на слова, человек, который, ну, скажем так, может говорить неправду, у меня сейчас нет оснований. Иван Голунов на звонки редакции «Бизнес.ФМ» в среду не отвечал. Ранее другой фигурант этого дела, Максим Умедбаев, признал вину частично, но только по эпизоду с превышением должностных полномочий. Он заявил, что нанес пощечину Ивану Голунову. Журналист же утверждает, что сотрудник дважды ударил его кулаком в висок. Всего по делу Голунова арестованы пятеро бывших полицейских. Им предъявлены обвинения по трем статьям. Превышение полномочий, фальсификация доказательств и незаконное приобретение и хранение наркотиков. В СИЗО они отправились 30 января. Наркотики Голунову подкинули прошлым летом. О возбуждении уголовного дела против пятерых полицейских Владимир Путин объявил на пресс-конференции 19 декабря. А само это дело было возбуждено ровно за день до пресс-конференции – 18 декабря. Иван Медведев, Бизнес-ФМ Апелляция по мере пресечения арестованным экс-полицейским пока не назначена.